Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Финляндия. Я нахожусь в самом красивом магазине Финляндии. Это, конечно, Маримеку. И Маримеку, конечно, экспортируют во многие страны. Ну и вот этот их цветочек, который наверняка все знают, даже те люди, которые Маримеку не видели в жизни, но видя вот этот цветочек, они сразу помнят, что, да, вот это натуральный финский, вот такой дизайн скандинавский. Ну и, конечно, новые цвета. Поэтому я пришла показать и прошу всех, как говорится, быть ко мне вот так снисходительно. Ну и, конечно, новые цвета. Это у нас вот такой цвет, который многие наверняка увидели первый раз в текстиле, в посуде. Какая красота! Вот такая лаванда. Ну и эти баночки продаются наверняка в больших и в маленьких размерах. И это размер для кофе. Сюда помещается полкилограмма кофе. Ну и вот такая пробочная крышка. Конечно, здорово поставить даже на какую-то открытую полку. И рядом, рядышком стоит молочник. Точно такой же дизайн. Вот эта полоска. Ну и вот эти жестяные баночки продаются столько лет, сколько помню себя я. И люди собирают. Даже ничего в них не храня. Просто выставляют, вот как говорится, на полку. Вот для такой красоты. Ну и это, конечно, стиль Маримекуа. Эти подносы есть в точно таком же цвете. И, конечно, если вот такую баночку красоту ты покупаешь, вот на этот подносик можно тоже все очень миленько поставить. Ну и безик тоже есть. Вот эти кружки. Этот размер продается постоянно. Ну и, конечно, вот в этих цветах. Посмотрите, какая красота. Одна вот такая в коричневом. И вторая. То есть всегда можно запомнить, из какой кружки пьет мама. Из какой кружки пьет папа. И вот такой подарочный набор. Да, очень красивые. Ну и здесь у нас тоже классика. Эти кружки. И сейчас много новых расцветок. Я вот так покажу. Здесь у нас текстиль. Но это, конечно, пледики. Да, и много раз люди, конечно, покупают, собирают какую-то серию. Когда мы отобедываем у моей подруги на улице. У нее вот эта черная-белая серия. Я тогда сделала шорт. И показываю эти кружки. И многие тогда написали, Оля, какой ужас. Такую дорогую посуду вынести на улицу, на террасу. Ну, не забывайте, народ. У многих есть посуда. Вот, как говорится, они собирают эти кружки от Маримеко. Они у них и дома, и на террасе, и везде, и всюду. Другой посуды нет. То есть зачем покупать то, что похуже на улицу, то, что получше вовнутрь. Нет, конечно, у людей есть вот любимая их Маримеко. Они выносят это и на террасу. Ну, ничего страшного. Если какая-то кружка, как говорится, разобьется, можно купить новую. Это никакой не дефицит. И сейчас много вот таких. Здесь написано Unico Kei Tei 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 Sette. Вот это натуральный финский такой сет. 75 евро. Здесь у нас прихватка, рукавичка и так далее. Конечно, для подарка очень красивый набор. Мне безумно нравится как оформлен магазин. Теперь он стал больше. Переехав ко мне сюда в Лиалахте, в Остовскескус. И, конечно, здесь больше появилась посуда, раньше магазин был меньше, посуды было минимум, здесь большой выбор вот такой красоты. Да, конечно, ты ориентируешься совсем по-другому, когда ты это видишь и ты можешь взять в руку и, как говорится, прицениться, что какие, какую серию ты хочешь собирать, хочешь ты собирать большие тарелки, маленькие тарелки и так далее. Вот эта тарелочка стоит 26 евро. И Амия Слаутанен, я про них тоже много раз показываю, стоит 22 евро. Кружки тоже очень красивые. И когда я показываю материал, в Аутлете продаются 10 евро метр или последние куски продают на вес 25 евро килограмм. Конечно, всегда нужно взвешивать и думать, что выгоднее было покупать вот так на развес или метром. И если вы белочку-мелочка посмотрите, вот такое можно сделать, конечно, перетянуть всегда самим светлое на лето, красное на Рождество. Это называется Санкюпят. И вот такая штучка вешается на кровать, вернее, перед кроватью, где у вас голова, чтобы ваша подушка вот касалась этого. Я не знаю, народ, есть ли вот у этого русское какое-то название. К сожалению, помните, я никакой не дизайнер интерьеров и так далее. Но вот такой много раз люди покупают. И некоторые делают даже сами из поролона. И здесь в этом магазине большой отдел детского. Ну и, конечно, много раз детям покупают бабушки и дедушки. Они вообще не ориентируются ни на какой размер. Они помнят, сколько ребенку лет или месяцев. Вот здесь по месяцам и по годам. Три месяца, шесть месяцев, двенадцать месяцев, восемнадцать месяцев и так далее. И от этого идет размер. Ну и, конечно, есть пулшка Мали, есть для пухляков. Вот такие тоже выпускают. Ну и посмотрите, да, маленьким детям тоже в тренде они должны быть. И здесь у нас вот такая лавандовая красота. Ну и платьишки тоже какая милота. Если маленькие дети есть, конечно, да, маленьким детям тоже хотят купить вот такую красоту Маримеку. И эти футболочки от Маримеку стоят сорок пять евро. Ну и эти комплекты у них были на витрине. Я проходила несколько раз мимо и голова прямо оборачивается. Хочется прийти поснимать вот такую красоту. Да, конечно, многие покупают на подарок, если вот такие фанаты Маримеку есть. Ну и вот эти платьишки, конечно, если детей ведут фотографироваться, не покупают никаких платьев принцессы, где много сетки и так далее. Да, финны покупают вот такую Маримеку и ведут детей фотографироваться на память вот в таком платье. Очень красиво оформлено все на вешалочках. Вот так симпатичненько висит. Ну и, конечно, полоска. Про полоску я тоже много раз говорю. И вот эта новая серия, где у них были чашки, подносы и так далее, есть тоже в текстиле. Это у нас постельное белье. И во многих многоэтажных домах на первом этаже или минус один этаж находится сауна. Поэтому люди ходят вот в таком домашнем халате. Они спускаются прямо, можно зайти в лифт в этом халате. Никто на воскусы не посмотрит. Вот с такой косметичкой, да, там лежит шампунь, крем для бритья и так далее. Мужчины идут в мужскую сауну, если вот такое есть. Некоторые ходят с семьями. Это тоже все мы знаем. Ну и, конечно, большие полотенца тоже никто не отменял. Многие после сауны хотят завернуться вот в такое полотенчико и пойти, как говорится, посидеть на улице. Поэтому полотенца продаются размеров, наверное, шесть. И есть теперь вот такие, где написано сурикоко, то есть самые большие. Если действительно молодой человек, два метра, он ни в какое вот такое 40 на 40 полотенце завернуться не может. Поэтому, видите, теперь полотенец тоже большой, как говорится, выбор. И когда я показываю эту полоску и рассказываю, что Ристо Матти Раттия придумал вот эту полоску, многие тогда улыбнулись и спросили, что ну чего здесь вот такого необыкновенного полоска. Она, как говорится, везде полоска. Ну да, это вот, как говорится, его дизайн. Он вот эту полоску начал выпускать. И, конечно, многие, которые даже не видят этикетку, что это Маримеку, они хотят вот эту полоску купить. Конечно, качество супер. И многие теперь вливаются в коллектив Маримеку. Например, в Фейсбуке они хотят купить старое Маримеку 60-х годов и так далее. Да, очень используется спросом. Вот такое, как говорится, пользованное Маримеку. Ну и 105 евро это платье в полоску стоит. И посмотрите, народ, количество косметичек. Да, может быть, где-то продаются малюсенькие, куда помещается карандаш для губ, пудра, помада и так далее. Нет, в Финляндии вот косметички должны быть вот такого размера, куда поместятся и шампунь, и бальзам, и мыло для тела, и какой-то станок для бритья и так далее. Да, очень красиво оформлено. Безумно мне нравятся эти халаты. Да, халатики, конечно, супер. Вот такой черно-белый халатик я бы с удовольствием себе бы хотела. Кажется, что они жестковаты. Но помните, народ, всегда, конечно, новые вещи накрахмаливают, чтобы они держали вот так форму. Конечно, если он тут бы болтался тряпочкой, никто бы его не купил. Он должен быть вот такой по-фински называется. И такой халатик стоит 139 евро. Да, очень симпатичненький. И этот зеленый цвет, который был новый, он есть и в текстиле. Если вы хотите новые занавески, новую скатерть, новую какую-то накидушку, все это здорово. Ну, это вещь натуральная, можно стирать в 6 или 10 градусах. Вот такой материальчик тоже продается. Ну и, конечно, цены. И материал пользуется в Маримеку большим спросом. Есть материал обыкновенный катон, то есть катон 100%. Есть катон вот такой клеенкой. Внизу катон, который будет хорошо держаться на вашем столе. Но сверху вот такой клеенкой. То есть, если маленькие дети, они что-то роняют, капают и так далее. Конечно, скатерть не настираться. Но хочется все равно на стол постелить вот такую красоту, а не голимую клеенку, которая пахнет. Да, многие от клеенок отказались. Но вот это, конечно, новое. То, что я увидела первый раз. Да, вот такой материальчик, который, конечно, как клеенка. Но все равно не клеенка. Да, и здорово, что девочки все переставляют, перевешивают. И здесь вот такой красивый кат-тауш. Сделан как утренний завтрак или какой-то перекус. Здесь у нас стоит чайничек, молочник. Вот эти маленькие тарелочки, которые по-фински называются Амиястарютин. Чашечка для кофе, чашечка для бутерброда, чашечка для каши. Ну и, конечно, финская. Вот это Маримеку-скатерка. Самая красота. Ну и у входа, конечно, самый красивый текстиль. Вот так красиво здесь сделан. Вот такой дизайн. Да, я много раз, снимая Маримеку, мне потом YouTube начинает предлагать японский канал, который показывает тоже Маримеку. Да, они очень красиво умеют снимать. И у них, например, чайная церемония. Один раз я зависла на этот ролик. Где-то полчаса длилась. Очень красиво девушка показывала, как она ставит кружки и так далее. Да, конечно, вот своя система есть. Я, к сожалению, такую чайную церемонию снимать не умею. Но все равно очень хочется показать Маримеку. Подписывайтесь, не хворайтесь. С вами была Оля Стампра. Всем физкульт-привет. С вами была Оля Стампра.